привет ребят в этом выпуске вы увидите два крутых российских бизнеса отечественное импортозамещение это первая компания которая производит супер технологичные автоматы ну короче увидите сами и второй бизнес это бизнес сфере образования вы знаете что образование это реально сейчас большой тренд я вам покажу миша ласман а это парень который уже 10 лет занимается обучением детей но еще посмотрите как мы сгоняли на свадьбу к святославу и ян игральник свят яна я вас поздравляю очень крутая пара короче смотрите этот выпуск до самого конца и не переключайтесь короче блин офигенно играть молодой богатый красный такая неплохая задача вообще то есть ты вообще не из бизнеса забираем так ключи да 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 синих пластиковых корпусов и 400 голов тимон ребята мы в сочи здесь офигенная погода и знаете кто нас встречает смотрите на этого парня макс ебой ты макс и так давно появлялся в моем блоге знаешь себя уже не помнит расскажи давай три слова о себе молодой богатый красный короче макс брат свято но свято сегодня свадьба большое событие мы все долго ждали яна свято я вас поздравляю едем в отеле заселяемся если уже сегодня будет торжественная церемония на самом главном торжественном событии маша супер секси красотка здорово главный исполнитель самый главный стоп ты не попала в лоту ебой самый популярный человек у меня в блоге ебой да здорово всем привет привет оу ничего себе очень круто выглядели красавчик да здорово здорово да я так и она на 2 ооооо жень ты что не узнал не ты самый большой промышленник этой страны текстильный текстильный дача это какое-то маленькое время сейчас уже большой но не пока не сам не впрочем еще и капитан жизни читайте мою книгу это главный виновник торжества во второй после святославы как что вы чувствуете когда сын женится ну что я могу чувствовать дни волнения короткий обзор окончить теперь вам приставать попозже гостям уже когда все под выпьет уже будет поинтереснее принято считать что на тусовке предпринимателей никто не пьет так на самом деле примерно и есть где-то процентов на 60 или 70 людей вообще ники свадьбы ни дни рождения не но никто не пьет алкоголь там не курит кальян и так далее то есть вообще все в основном за здоровый образ жизни это тренд и я вам тоже желаю самая торжественная часть начинается что я на тебя не было шансов никаких вот потому что это уже телефон не подписали так называют ладно блогер да а расскажи как это вырастешь на кем станешь блогером это первый первый блогер ветеринар посмотрите злата закончить дон погоди короче ребята мы приехали в ту чтобы доказать что современные технологии и россия и производства это все совместимые вещи короче блин офигенная игра реально я думаю если меня так засосало то детей сто процентов приехали в компанию нова тач это компания которая производит вот такие вот аппараты вот это судя по всему детского размера хотя и мне тоже отлично подошло женя расскажет жена жена здорово расскажи вот что за бизнес сейчас где мы находимся это город герой тула это шоурум да да это наш шоурум то есть сюда могут приехать люди которые заинтересованы нашей продукции они могут приехать посмотреть потрогать попробовать и потом уже собственно приобрести то что им необходимо здесь же в туле находится и производство что касается самих приборов аппаратов вот то рядом с чем мы стоим это называется нас киоск здесь может быть любая инфа то есть это можно ставить в торговый центр если у тебя есть свой торговый центр пожалуйста размещаешь то ребят если вдруг у вас есть торговый центр свой взберите наш киоск на верхней части этого киоска может быть навигация то есть план расположения всяких разных магазинов торговых площадей торгового центра а в ней нижнюю часть можно сдавать под рекламу вообще свои удовольствия и зарабатывать с этого тоже деньги то есть практически все что мы делаем может помочь людям заработать деньги круто этого сами производить да это мы сами производим здесь в туле вот вот здесь прям прям вот здесь вот в соседнем здании это что такое зачем вот это вот штука в который ты играл называется у нас детский интерактивный аппарат в общем эти аппараты предназначены для того чтобы дети могли поиграть и к этим аппаратам у нас есть специальное приспособление под названием купюр-приемник вот здесь располагается соответственно эта платная история это то что мы предлагаем как бизнес-решение готовое бизнес-решение для любого желающего сколько таких штук вы уже произвели мы произвели таких штук уже столько что я не могу даже сейчас на вскидку посчитать сказать но в среднем мы сейчас в месяц 300 где-то уже продаем таких аппаратов 300 месяц 300 в месяц а начали начали два года назад 2016 то есть все за два года вы вышли на 300 в месяц а сколько максимум может до 600 в месяц но вот наш производственной мощности позволяют собирать сейчас выбирай какие цифры тебе нравится мне вот это где мы не помочь ребят полная статистика 9 декабря 2016 года этот аппарат был приобретен стоит он в нижнем новгороде соответственно за декабрь но фактически не полный месяц это было прибыль 73 890 это выручка это выручка да это не прибыль это выручка это все деньги которые засунули вот в этот аппарат да приобретение город да он умеет 65 тысяч рублей это чистым будет чистыми чистыми в месяц а стоит он от ста тридцати тысяч рублей типа окупаемость два месяца но порядка может быть четыре ну максимум четыре месяца вот четыре это максимум в любом случае это жара вообще у нас есть предложение называется тест драйв то есть можно приобрести такой аппарат ну грубо говоря на три месяца то есть в любом случае ты его забираешь себе в течение трех месяцев ты его используешь и если результат тебе не устраивает ты возвращаешь нам мы возвращаем тебе деньги очень просто тест драйв попробовать это нравится не нравится оставил не оставил я за 130 купил да в течение в течение трех месяцев этот аппарат используется но у нас есть там незначительная какая-то сумма за каждое из этих месяцев порядка пяти тысяч рублей на самом деле это стоит будет всего 15000 до сто пятнадцать тысяч я верну обратно да да все верно блин это ваша жара на олимпиаде по русскому языку 350 участников разместили в трех аудиториях первых двух удалось разместить по 140 человек оставшихся перевели в запасную аудиторию в другом корпусе найдите вероятность того что случайно выбранный участник писал олимпиаду в запасную аудиторию такая неплохая задачка на самом деле элементарная общая задачка их должен решать прям абсолютно любой школьник чтобы переступить вот минимальный порог вот но егэ обычно начинается не с этого обычно сначала школьник как знаешь во всех шоу показывают да проходят через металлическую рамку рамку металлодетектора вот и вот надо сдать телефон и ключи от машины сейчас до самом начале ключи мне нравится эта работа стандартные ученики ребят я вас хочу познакомить с михаилом лацманом михаил основатель образовательной школы которая готовит учеников кег я думаю что кому-то из вас это может быть интересно прямо сейчас кто-то может быть сдает и а кто-то может быть думает о том какой бизнес запустить есть вообще в целом тренд в образовании он сто процентов есть миша скажи что вообще что вы сделали на и какие цифры может быть в 2008 году как только егэ стал обязательным мы стали сразу уже готовить ребятки гэта упростила нам работу потому что я учился на мехмате я работал репетитором ко мне приходили ученики чтобы я им помог поступить в вуз какой-то или просто помог по школьной программе мой брат он сразу меня так стимулировал чтобы мы какой-то бизнес из этого запустили он тоже он учился в бауманке я на мехмате мгу то есть мы прям он физик я математик мы с тобой немножко коллеги я начинал с другой стороны знаешь по другую сторону баррикад мы микронаушники для экзаменов сдавали в аренду да 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 в общем из 2008 года когда егэ стал обязательным для всех то мы начали готовить всех именно к егэ и там начали объединять ребят в группы но первые пять лет этот проект был очень маленьким 2012-13 учебном году заканчивали год и у нас было 56 учеников и поэтому мы открылись еще в центре потом мы еще попробовали открыть пару филиалов в тот год а потом мы начали бурно расти то есть вот последние пять лет мы как бы каждый год так достаточно бурно росли прошлый год возьмем в 2017 год какие у вас результаты текущий учебный год через нас прошло где-то порядка полутора тысяч учеников именно учеников не ученика мест ученика мест это порядка там двух с половиной тысяч в этом году у нас работала в москве 35 филиалов в москве и московской области это какое-то помещение вот какая-то да филиал это пара аудитории таких небольших вывеска ну и соответственно и все то есть там есть наш франчайзи или наш администратор чтобы пообщаться с учениками чтобы проконтролировать какие-то процессы и все несмотря на то что подготовка к егэ это же ну по сути сколько там три месяца длится или как сезонная же пути нет почему основная волна набора у нас это август сентябрь октябрь то есть основная масса клиентов приходят именно в этот период это самые лучшие клиенты на самом деле потому что они приходят на весь учебный год получается они типа в начале года и в них чек выше соответственно да это я только всегда последний нет ты представь себе тебе надо всю школьную программу пройти там года то бывает ну маловато но зависит от того с какого уровня приходят ученик конечно у нас есть и интенсивные курсы вот например сейчас на майские праздники у нас был интенсив скоро начнутся егэ у нас за три дня до егэ будут такие интенсивы когда как бы просто вот финишная прямая 24 часа но да тебе это вот там три дня подряд как бы такой интенсив вот поэтому основная волна набора она в этот период то что прикольно в этом бизнесе то что хорошо да этот вот например клиенты которые к нам приходят в эту основную волну набора они нам платят где-то в среднем 100 120 тысяч рублей за учебный год ну то есть это достаточно высокий средний чек с клиента это круто для там бизнеса с детьми такой высокий средний чек кроме того многие из них кто приходит к нам например не в одиннадцатом классе кто приходит восьмом или в девятом они же к нам придут потом еще в следующие года и соответственно мы там утроим этот чек в россии мало кто отваживается какие-то деньги инвестировать в производство и то что вы это сделали это уже круто я так понимаю что у тебя была идея идея на самом деле не нова к новым именно к аппаратам игровым детским мы пришли вообще не сразу и когда мы к ним пришли мы не сразу пришли к тому что в них можно установить купюроприемник то есть это была история для детских садов образов в образовательных целях чтобы там могли дети чем-то заниматься обучаться но первоначально идея родилась какая был за границей это было середина нулевых 2000 может быть 6 там 7 год а сколько тебе сейчас мне сейчас 31 31 то есть это было там 20 лет да да был молодой горячий приехал не помню кстати где за границей но где-то увидел в какой-то кафешке стол в который был встроен планшет и можно было делать заказ то есть не у официанта через планшет и подумал слушай классная история почему в россии такого нет почему бы не попробовать это сделать ну ничего толком не придумалось поэтому идея легла куда-то в дальний угол памяти и возобновилась снова когда познакомился с инвестором который мне в общем-то и сказал что у него есть здание фактически пустующее то есть она использовалась под склад который теперь мы переоборудовали под производство и у него были деньги а как ты с ним познакомился вот просто знаешь это очень частая большая боль вот мне пишут постоянно сергей как найти инвесторы как найти вот как вот это произошло ну так получилось что мы были знакомы до этого просто мы никогда не обсуждали никакие бизнес-процессы да что он работал занимался своей какой-то деятельностью я занимался своими делами тоже бизнесом занимался или это работал нет слушай ну если вообще уж прям быть откровенным и честным я раньше работал на телевидении поэтому я смог сегодня микрофон надеть самостоятельно ведущим доверяющим вообще даст им вообще не из бизнеса вообще не из бизнеса вы просто как-то общались послушать есть цех есть деньги давай попробуем просто никто этого в россии не делает до сих пор и мы решили заняться ну вот пошло почему я например не могу и сам ну как-то сам начну готовить кега вот чем вы и чем с вами лучше чем без вас ну смотри ты столкнешься с кучей вопросов самый главный вопрос самый первый вопрос это то как отобрать преподавательский состав потому что это один из ключевых моментов почему мы вообще лучше чем частные репетиторы мы даем тестирование для преподавателей мы рассказываем как какие требования должны быть мы рассказываем как собеседование проводить как потом их отфильтровать и как один из тоже ключевых моментов это как потом контролировать их работу Ну, то есть у нас есть CRM-система определенная, в которой преподаватели отчитываются, тоже мы ее предоставляем бесплатно в нашем франчайзе, и это очень сильно помогает, повышает качество обучения, потому что основная проблема работы частных репетиторов, что их никто не контролирует, и из-за этого вот у меня один из любимых вопросов, знаешь ли ты, какой средний балл набирают на ЕГЭ по математике? Я знаю, что в Дагестане, по-моему, 100 баллов, ты там недавно был же, да? Там больше 100, по русскому языку. На самом деле, средний балл на ЕГЭ по математике по стране 47 баллов. Это очень мало, это капец как мало, причем это уже после того, как отделили базу и профиль, то есть те, кому не нужна математика для поступления, этот экзамен не сдают, то есть они не учитываются в этой статистике. И получается, что 47 баллов это средний балл для тех, кому нужна математика. Например, проходной в МГУ? Ну, там, баллов 90. Капец. Сколько таких людей, которые на 90 сдают вообще в стране? Вот, вот, прям правильные вопросы задаешь. Я тебе могу сказать, что статистика, что тех, кто больше 80 баллов сдаёт в ЕГЭ, их 3% по математике. Это, конечно, один из самых сложных экзаменов, да, как бы, но все равно. И при этом люди массово готовятся именно у частных репетиторов. Значит, система как-то не так работает. Ну, понятно, что это вопросы не только к рынку репетиторов, да, это вопросы к школьной системе образования и так далее. Это нормально, на самом деле, что рынок курсов частных, он будет расти постепенно, отвоёвывая как раз долю у частных репетиторов, потому что абсолютное большинство готовится именно у них. И отвоёвывая долю у вот маргинальных таких устаревших уже курсов при вузах. У меня тоже мама очень хотела, вот я когда поступал в МГУ, мама очень хотела, чтобы я позанимался с репетитором из МГУ и так далее. Но ЕГЭ – это экзамен по школьной программе. Преподаватель из вуза, он специалист в вузовской программе. При том, что я учился в очень сильном физмат-лицее, у меня иногда мозг скрипел, когда я его слушал, потому что он апеллирует терминами из высшей математики, да, а не из школьной программы. Поэтому всё-таки профильно готовить к ЕГЭ должны вот какие-то частные курсы, такие как мы. А сколько таких, как вы вообще в России? В России на самом деле не так много. Вот в Москве основная их концентрация, в Москве, я не знаю, мне кажется, у нас конкурентов 60, это только вот прям те, кто вот прям как курсы. Чем вы лучше? Первое – это формат обучения. У нас самые маленькие по численности группы. То есть средняя численность в группах у нас 4-5 учеников. Это максимальная эффективность занятий, потому что большинство курсов готовят там в формате, ай да, там кучу народу собрали, 20-30 человек, да, это ещё немного, там бывает по 50-100 человек. Эффективность этих курсов просто минимальна вообще. Ну, то есть если ребёнок в таком формате хорошо готовится, то он бы и сам хорошо подготовился, ну а с нами бы подготовился ещё круче. А второй момент – это отбор преподавателей. То есть у нас более качественный преподавательский состав. Основная масса курсов делает упор на преподавателях-студентах, потому что они дешевле, потому что их проще загнать там в свои правила. Мы предпочитаем более качественных преподавателей, мы отбираем всё-таки в основном не студентов. У нас есть некоторые преподаватели-студенты, но их там не более 10% нашего преподавательского состава. Мы сейчас находимся на производстве, выглядит всё реально цивильно. Я думал, что российские производства не так выглядят, но подозреваю, что раньше было по-другому, да? Расскажи что-нибудь конкретное. Ну вот, например, вот эта штука. Это корпус того автомата, который мы сейчас видели. Вот как вы искали поставщика, например, для него? Вот этот пластмасса? Как это было? Это всё делается у нас тоже. Ну, в смысле, не совсем здесь у нас, это тоже Россия. Мы это начали делать сами. У нас Подольск делает нам металл, то есть это в Московской области. И в Тульской области у нас цех по производству пластика. Всё своё. Мне всегда интересно слушать вот супер-эпичные какие-то эпизоды. Вот, может, с головой вот это... Смотри на эти головы, да, посмотри. Его зовут Тимон. Да. Такая замечательная оранжевая голова устанавливается у нас на оранжевые аппараты. И однажды нам нужно было собрать 400 аппаратов, и нам привозят комплектующие все. 400 синих пластиковых корпусов и 400 голов Тимона. Да. А нам нужно это отдавать всё клиенту просто, мы не можем собрать. Сроки горят, дедлайны все прокаплены, как обычно. Но ничего. Ничего сделать. Слушай, ну мы дозаказали нужные нам головы, нам всё прислали. Вам типа супер-оперативно просто сделали? Ну достаточно быстро всё сделали, да. Да, мы избрана. Это дженеры нашего у нас в Диме. Что ты чувствуешь? Что ты чувствуешь? Счастья. Участую. Ребята, у нас тут так жарко. Люба! Ребята, у нас тут специальный гость. Я когда писал эту песню, кто знает, это Стёпа Марсель, очень крутые песни. У меня даже в моих плейлистах есть, так что Марсель катируется. Поехали, поехали. Давай, спят, спяту пожелаем. Спят. Я радужно желаю тебе получать такое удовольствие каждый день. Когда ты просыпаешься, я буду спят. Расскажи, сколько вот сейчас человек вообще работает в проекте? У нас порядка 30, это штатные сотрудники, административные сотрудники. Порядка 140 преподавателей работают у нас. Они, бывает, работают в Москве и у нас, и у наших франчайзеров. Им вообще прикольнее, потому что они набирают преподавателя, а ты же не можешь сразу загрузить преподавателя большим количеством. А я же не обмениваюсь. И да, как бы, и получается, что они работают в нескольких филиалах и загружаются. Прикольно. А кто, почему тут Новиков? Ребята, вы помните, да, это знаменитый рэпер? Рэпер, российский, смотри, российский рэпер, ресторатор, предприниматель, да, Аркадий Новиков, да. Вообще, на самом деле, я фанат высшего образования, я считаю, что оно очень важно для выпускника. Вообще, его жизнь очень сильно зависит от того, в насколько крутой ВУЗ он поступит, в силу того, в каком окружении он окажется, кто будет у него заняться. То есть ты за то, что надо обязательно после школы идти в институт? Да, и поступать в максимально крутой институт, потому что там ты окажешься в максимально крутом окружении. В каждой аудитории повесили какое-то фото какого-то ВУЗа и известных... Новиков и Дерипаска окончили Плешку. Да, да, они окончили Плешку, ну и вот там наши ребята, которые поступили. Давай с самого начала, как собирается? У нас есть пластиковый корпус, у нас есть металлические части, которые, ну, позволяют на них крепить оставшиеся вот эти все железки. Ну, железки, сам понимаешь, стандартные. То есть, по сути, это персональный компьютер с сенсорным экраном. То есть вот у нас есть HDMI-выход, VGA под микрофон, под наушники, антенны, тут Wi-Fi-модуль встроенный. Просто компьютер, который мы установили в специальную пластиковую коробочку и оснастили сенсорным экраном, чтобы детям было удобно в это играть. И потом еще устанавливается купюроприемник. То есть все это производится вручную. Вот ребята стоят, собирают, все это прикручивают. Сколько в день вы можете произвести вот прям с нуля? Пока что у нас вот мощности производства не позволяют максимально до 600 производить в месяц. То есть 20 штук в день мы можем собрать. 20 штук в день, а работает здесь? Вот сейчас это максимальное число? Да, на текущий момент вот из ребят, которые все это делают, это максимальное число. 15 человек? Да, порядка 15. Но просто не очень активно все заняты. Такой день. Иногда нужно отдыхать. Короче, ребята, реально, мне кажется, это крутая ниша. Я вам советую попробовать, да, тем более если есть тест-драйв бесплатный. Короче, огонь. Внизу ссылка. Да, ребята, обратите внимание, Миша довольно скромный человек. Кроме того, что школа называется Landsman School. Вы видели там Аркадий Новиков висел в соседней аудитории. То есть здесь вот кем гордится Московский государственный университет имени Ломоносова? Конечно, Калмогоровым Андреем Николаевичем. Ну и... Кто хочет начать такой же бизнес? Потому что, ну вот я, например, вижу в этом будущее. Я вижу, что этот рынок растет. Что у вас по условиям? Как стать вашим партнером? Этот вид бизнеса, он достаточно легкий для входа, потому что порог очень низкий. Ну, даже если там во взаимодействии с нами это паушальный взнос, он от 150 у нас до 600 тысяч, в зависимости от категории города. Размер города, типа если Москва, то 600 будет? Да. Ну, в Москве даже вот 600. Да. Ну, Москву вообще на какое-то время закрывали, сейчас некоторые локации мы даем возможность людям купить. В остальных городах это от 150 до 600 тысяч. Плюс это там порядка 200 тысяч рублей на запуск. То есть это на аренду помещения, на рекламу, на мебель. Там буквально ты покупаешь стол, стулья, вешаешь доску, логотип, вывеску. Вешаешь портрет? Вешаешь, конечно, да. Это обязательно слово. Это вы предоставляете от управляющей компании. Ну и, соответственно, можно запускаться. То есть дальше уже у тебя твоя финансовая нагрузка по расходам будет, только аренда. А остальные твои расходы, ну, там, например, на преподавателей, ты платишь из клиентских денег. Они у тебя не на фиксе работают. Они работают на ставки за час. То есть есть занятия, ты им платишь. Нет занятий, ты им не платишь. Да. Поэтому достаточно низкие риски для входа. И сколько, ну, допустим, человек вложил там 500 тысяч рублей, допустим. Какой-нибудь город-миллионник. 500 тысяч. Какой у вас прогноз, вот, когда он окупит эти деньги, сколько он будет в месяц получать? Вначале ты, когда заходишь на рынок, ты о себе должен заявить, а тебе должны узнать. То есть накапливается. Да, но это прикольно тем, что с годами, ну, рекомендательный вот этот эффект, он увеличивается и увеличивается. На третий месяц по нашему бизнес-плану ты выходишь в операционный плюс. За первый учебный год ты отбиваешь все свои расходы на запуск. И, соответственно, когда уже идет второй год работы, то мы предполагаем удвоение. На третий год еще удвоение. Потому что много кто в первый год к тебе приходят, там, из восьмых-девятых классов. Они к тебе приходят на следующий год. Мамочки друг у друга спрашивают, а как ты готовила, как бы, своего ребенка, да? Ну, то есть прям рекомендательный эффект там очень сильный. Поэтому здесь очень важна репутация. Да, скажи, кто у вас вот максимальный заработок в месяц, вот, за, ну, вот, за последнее время кого-то вспомнишь? Ну, у нас в основном все франчайзи работают, там, первый-второй год, вот. Но они зарабатывают сейчас, ну, те, у кого дела хорошо идут, они по 300-400 тысяч, вот, в топовые месяца зарабатывают. А так вообще это может быть интересно всем. У нас далеко не только, там, репетиторы и преподы становятся нашими франчайзи. Многие просто вот хотят заниматься каким-то экологичным бизнесом, да, там, ну, повышать уровень образования в стране, да, там, вкладываться в следующее поколение. Я понимаю, что от того, какое поколение мы сейчас воспитаем, да, какой уровень образования будет у нас сейчас, зависит то, какой страной страна наша будет завтра. Подписчикам Сергея Косенко подарю скидку на 50 тысяч рублей на повышальный взнос. И мы еще хотим разыграть франшизу за 50 тысяч рублей. То есть те, кто выиграет, среди тех, кто оставит комментарии под этим видео, мы разыграем франшизу за 50 тысяч рублей. Давай комментарии, просто, ребят, кто комментарии оставляет, у нас потом проблема всегда, что вы не оставляете контакты никакие. Так что напишите внизу, давайте, либо ВКонтакте, свою страницу, либо e-mail напишите. И мы пришлем бизнес-план вам и подробную информацию о нас. То есть вы пишете e-mail и город обязательно, потому что бизнес-план на каждую категорию города свой. О, супер огонь. Ребята, это реально для тех, кто думает о том, чтобы начать бизнес, там, за, по сути, там, получается 100, может быть, 200, 300 тысяч рублей, да, то есть небольшие деньги, в принципе, да, можно найти. Да, кто, в общем, об этом думает, давайте, пишите комменты внизу, если кто-то из вас, я знаю, что есть люди, которые секретные такие, они все держат в секрете в большом, вы просто пишите ссылку ВКонтакте на вас, и мы там уже в личку вы напишите. Да, конечно, конечно, пришлем туда, не важно. Те, кто не скрывается, просто пишите e-mail свои и города. Все, давайте, в общем, занимайтесь экологичным бизнесом, это реально то, что двигает нашу страну вперед, образование. Через 10 лет мы будем жить вместе с вами, если будет крутое образование, в новой стране. Пока.